Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алене и Катюне. Все просто, хотя, вы знаете, далеко-далеко не просто. Да, и мы с вами прекрасно об этом знаем. Только чего стоит бензин от Росгвардии? Значит, обсудим видеоролик «Вкуснейшая окрошка» на сыворотке и кефире. Первый урожай клубники. Значит, Алене выскочила на улицу. На улице дождь. Поздороваться. Опять потрястись над этими цветами. То ноет, что жара невозможная, то заливает их дождь. Калюню надо в галошиках отправить срочно. Хоть в дождь, хоть не в дождь. В огород, чтобы нарвал зелени. Да, Алене в каком-то растянутом страшном халате. Хотя лучше в таком халате сильно так хоть не виден ее глобус. Дальше понеслось. Калюне, оказывается, не любит окрошку. И стопудово он есть ее не будет. Нет. Ужас, ребят. Сколько же окрошки она собралась готовить. Ну, в принципе, мы с вами видели, сколько она ее наготовила. Тазик, с которого она сидела ложкой и жрала в шорце, мы с вами видели. Естественно, все это дело не смешно и даже не глупо. Это уже попахивает клиникой и сумасшествием на чердаке. В чердаке. В чердаке. Сами понимаете, в каком. Значит, Алене потом заявила, что окрошку, оказывается, можно делать кто с чем хочет. И даже с селедкой. Ребят, тут я выпала в осадок. Думаю, вот этой бабе абсолютно плевать, что запихивать в живот. Она, походу, может селедку вафельками сладкими закусывать. Ей без разницы, лишь бы это все можно было пихать в рот и побольше. Да, а то, что муж ее не любит окрошку, ей глубоко фиолетово. Главное, чтобы ей хватило и надолго. Ребят, я не знаю, сколько литров в этой кастрюле, которую она набодяжила, но я просто не представляю, какие у нее аппетиты, чтобы все это можно было сожрать. Короче, это просто люди, озабоченные жрачкой. Все они, слушайте, настолько одинаковые, что пираты, что уралка, что кубанцы. Одна цель – нажраться. И больше, по-моему, никаких целей в жизни у них не присутствует. В общем, что-то там они с колюней сцепились по поводу гриба. Гриб стал вроде как уже с газиками негодный, и его нужно уже заваривать. Ой, развопилась, слушайте, на Леночку, что она ей столько раз давала, а Леночка все время испортит этот гриб. И то есть уже Алюня больше ей не даст. А оказывается, еще у Алюни могут споткнуться с кипятком руки. Да, руки могут споткнуться с кипятком. Прям ляпнула, слушайте, гениально. Ну, а дальше, да, готовила она эту окрошку. Ребята, как будто мы с вами не знаем, как готовится окрошка. Все мы прекрасно знаем. Конечно же, как всегда, сопровождалась эта готовка бубнением к Алюни. Разные чепухи. Ну, а какую чепуху он может плести? Ну, да, замечательно, класс. И у сё. На этом у сё. Алюни зашла слюной, пока рассказывала, с чем можно готовить окрошку. И опять же, это же надо было научиться так от меня. На вкус и цвет товарищей нет. А ведь не знала и близко она эту фразу. Это же надо, Алюнь, воровать-то нехорошо. Ну, в принципе, чего удивляться-то? Бензин спёрли у Росгвардии. А тут про какие-то выражения, про какие-то слова. Да воруй на здоровье, говори моими словами. Если фантазии в своей голове собраться не может, если двух слов связать не можешь, естественно, будешь перехватывать фразы. Ну, а бензин – это гораздо хуже, нежели какие-то фразы. Потом Алюня наехала на Калюню за то, что тот в огороде ворует клубнику. Слушайте, это у них, походу, семейное. Она его попросит принести. Он принесёт ей одну-две штуки. А сам всё повыедает с грядок. Представляете? Во, как бывает, бедная Алюня, как бы ты без клубнички-то не осталась, да? Мало крошки, мало колбасы, мало мясушка. Теперь уже и клубники к Алюне пожалела. Мало того, что он и так не ест твоё хрючево, твою стрепню. Хоть клубники в огороде погрызёт. Нет, и тут его спалило, что он ест, а тебе не даёт. Ну и прожор же ты. Кстати, кубанка назвала дядю Витю магнатом. Алюня, открой, пожалуйста, гугл. Ну, почитай, что такое магнат. Кто такой магнат? Ну, сколько уже можно? Ну, как можно быть такой пустоголовой, чтобы молоть всякую ерунду? Я не знаю, вот как можно говорить, когда не знаешь, что ты говоришь? И ведь понимает же, что говорит на весь белый свет и в очередной раз позорится. Ну, походу, их уже конёк. Побольше позора и побольше потом будет денег, да? То есть можно позориться, а бы капали деньги. Неужели и эта парочка тоже согласны выставить всю свою жизнь и грязные трусы на весь белый свет? Только делают это постепенно. Что-то я сомневаюсь. Комментариев-то негативных они терпеть не могут. Они то и дело труд, труд и труд. И потом с каждым днём у меня прибавляется и прибавляется подписчиков, которые прибегают до с кошачьего канала Воровского. Значит, Калюня напялил сапожки. Да, не галошики, а сапожки. И Алюня приказала ему выбрать всю клубнику. Помимо клубники ему нужно было ещё и зелени нарезать. Да, Калюня, говорит, не боится дождика. Да вроде и дождика уже нет. Просто нужно одевать сапоги. Поэтому всю такую мокрую, грязную работу Алюня спихивает на Катьку. Дала команду Калюньке ещё и зелень нарезать. Да, в окрошку. Нечего без дела стоять. Либо снимать Алюню, либо нарезать зелень. Дальше опять, ребят, как дурачки друг дружку снимают. Вот не может поставить штатив, сесть, нарезать всё. Обязательно надо, чтобы Калюнька то порезал, она его поснимает. А Алюня другое порежет, и Калюня её поснимает. Детский сад, ребят, ясельная группа. Но в итоге приготовили огроменную кастрюлю. Я не знаю, как можно такую огромную кастрюлю окрошки готовить всего лишь на двоих. Я просто понятия не имею. Это как же они её будут жрать. Теперь я, правда, ребят, не удивлюсь, откуда у кубанки такой глобус. Это заливать каждый день по такой кастрюле туда жрачки. Помимо всякой такой окрошки ещё же туда закидывает колбасу, ветчину, всякие там бутерброды. Это просто как себя надо ненавидеть, чтобы запихивать в свой организм столько химии, дряни и столько много в огромных количествах. Короче, ребят, я как увидела эту кастрюлю, больше я не смогла смотреть видос. Это просто жесть. Они самые настоящие прожоры. И весь их контент как раз-таки и держится на этой жратве. Мне кажется, если бы они как пираты начали жрать и чавкать на камеру, то отбою от подписчиков точно не было. Ой, сейчас прям идею им подам и будут сутками сидеть и чавкать. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok